Приветствую вас, давайте разберем ваш вопрос. Двое мужчин предлагают мне серьезные отношения, но я не могу определиться, кого из них выбрать. Как определиться, кто мне действительно из них нужен? Первый похож на мою бывшую любовь внешне. У нас неплохая разница в возрасте два года, но внешне добрый, искренний и честный, но замкнутый и необщительный, мне тяжело очень с необщительными мужчинами. Клещами из него и слова тянут постоянно, так же у него никогда не было опыта отношений, и это меня пугает. Второй мужчина у нас разница в возрасте три года, у меня 24, ему 20, будет 21 зимой. Внешне мне совсем не нравится, но внутри не нравится, боюсь, нашу разницу в возрасте и сомневаюсь, что захочет взять замкнутый. Смотрите, я думаю, что в целом ваш вопрос поставлен весьма-весьма некорректно, потому что вы здесь выбираете из мужчин лучший вариант, почему это не очень хорошо, потому что мужчина в данном случае сводится к какому-то, знаете, вот, ну, какой-то такой ценности, да, причем, ну, ценности такой, я бы сказал, материальный, что ли, вот, и, на мой взгляд, это совсем не хорошо, на мой взгляд, это совсем не здорово для, ну, для вас, вот, и вообще для любых отношений тоже, вот. Поэтому нужно понимать, что в данном случае вы говорите не о том, какого мужчину мне выбрать, а вы говорите о том, кто лучше удовлетворит мои потребности, по сути, вы говорите. Вот, и важно понимать, что ориентир на свои потребности в отношениях с людьми очень сильно чреват тем, что, ну, зависимость формируется, то есть, вот, ну, довольно, довольно легко формируется. Зависимость, ну, в этом смысле, вот, довольно легко она формируется. Вот, и вы, соответственно, можете, в общем и целом, ну, потерять, вот, в какой-то степени, да, свою свободу, вот, на мой взгляд. Поэтому, судя по тому, что я вижу, у вас присутствует некая базовая такая тревожность и страх перед неопределенностью, потому что вы говорите о замужестве, то есть, вот, чтобы вы взяли, чтобы, вот, собственно говоря, ну, как-то защитили, как-то защитили вас от, ну, грубо говоря, да, защитили от, значит, каких-то угроз. Вот, то есть, это, вот, на мой взгляд, конечно, серьезная проблема. Вот, поэтому, в первую очередь, то, на что вам нужно обратить свое внимание, вот, вот, это то, чего вы хотите, вот, то есть, ну, в принципе, в принципе. Чего вы хотите, что вам нужно от мужчин, да, то есть, вот, когда, например, вы говорите, говорите, допустим, вот, что тяжело вам в мужчине, да, который не разговорчив, то есть, то есть, это, ну, вот, в какой-то степени наводит, например, меня на мысль о том, что, возможно, вы как-то вот, ну, сложно вам оставаться наедине с собой, вот. То есть, ну, тяжело вам оставаться наедине с собой, вот, и, соответственно, человек, который, ну, вот так, значит, себя ведет с вами, он как раз-таки сталкивает вас с, ну, самой собой, сталкивает вас, значит, с вашим собственным внутренним миром, вот, и вам от этого, довольно-таки получается, ну, тяжело, да, неприятно, и вы испытываете, вот, в какой-то степени, и, опять же, повторюсь, такую вот, ну, базовую тревогу, на мой взгляд, подчеркиваю. Вот, поэтому, на мой взгляд, тут вот, конечно, присутствуют вот, присутствуют такие проблемы, которые нужно решать вам. Что касается первой бывшей любви, то здесь, очевидно, незавершенные отношения присутствуют у вас. Вот, то есть, вы, получается, не до конца пережили расставание с бывшим теперь уже парнем, вот, и у вас, вот, как-то, вот, ну, в качестве, значит, последствий таких, вот, сформировалось, ну, вот, что-то вроде, значит, привязки к образу человека, нужно понимать, что вас привлекает не человек сам, не его личность, да, а именно привлекает вас образ, который вы, получается, ну, сами себе нарисовал, нарисовал, вот, и, значит, просто не завершили определенные свои переживания, да, то есть, ну, что-то не реализовали, вот, что-то не выразили, что-то не сказали, вот, значит, как-то, вот, себя не почувствовали, вот, ну, по-разному, тут, 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 в целом, бывает, конечно же, вот, ну, в целом, в целом, вот, проблематика, она, вот, тут, совершенно очевидно, вот, и я думаю, что это, ну, нужно скорректировать. Что касается, второго, второго мужчины, то здесь, на мой взгляд, вы тяготеете, в первую очередь, к своему состоянию, то есть, вот, какое ваше состояние с человеком, да, то есть, как вы себя с ним чувствуете, вот, к этому вы тяготеете. Опять же, здесь очень, очень важно увидеть, что это состояние такое, что оно из себя представляет, это состояние. Очень важно увидеть, как оно формируется, это состояние, да? Вот, ну, то есть, ну, буквально, вот, буквально из чего? Буквально, из чего оно формируется, это состояние. Сейчас, 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 вы этого, судя по тому, что я могу видеть, Вы сейчас этого не понимаете, вы сейчас не понимаете как формируется ваше состояние, вот вы сейчас этого не замечаете, судя по тому, что, опять же, я вижу, ну вот вы просто не отдаете себе в этом отсчет. И вы, соответственно, интерпретируете то, что вы чувствуете, вы интерпретируете как любовь. Ну, опять же, как бы однозначно говорить о том, что это не любовь. Конечно, я не буду, потому что это было бы, ну, на мой взгляд, это было бы слишком, слишком. Самоуверен, да, излишне, я бы сказал, самоуверен. Но, тем не менее, скорее всего, раз идет именно об этом. Почему я так думаю? Почему я так считаю? Потому что, если бы это было не так, вот, то вы бы больше говорили о том, что вы хотите для, ну, человека. Вот. То есть, ну, просто, вот, ну, бомбально. Вот, вы бы говорили о том, что вы хотите для человека. Поскольку вы об этом не говорите. Говорите в основном о том только, что вы хотите от человека. Вот. Ну, я из этого, значит, сделаю вывод такой, как раз. Что, вот, вы больше, как раз, вот, тяготите, вот, тяготите именно к, значит, тому, чтобы что-то от мужчины, ну, получить, вот, что-то от человека, значит, ну, испытать, да, получить и так далее. Вот. А хорошо ли это? Смотрите. Мы здесь не будем делать никаких оценок. Мы не будем оценивать хорошего времени. Но мы можем, мы можем говорить о том, ну, вот, в этом смысле. Мы можем говорить о том, что, опять же, это, это делает вас зависимым. Об, как раз, ну, тех, кто рядом с вами, по сути. Вот. И, на мой взгляд, вот, это является проблемой, серьезной проблемой. Вот. Отсюда ваша невозможность, грубо говоря, ну, грубо говоря, выбрать. Отсюда ваша невозможность определиться. Потому что у вас, ну, в этом смысле, как бы, ну, нет, может быть, как таковых чувств к, ну, к мужчинам, не к первому, не ко второму. Вот. Вот. Понимаете? Какая сторона. Вот. Вот. А, я не говорю о том, что вы, там, ну, что вы обязательно, там, не любите, да, чтобы, собственно говоря, ну, как бы, что вы не можете любить. Вот. А, я не говорю об этом. О том, что вы не можете любить. Я больше, на самом деле, про то, что вам, вот, вот, в какой-то степени сложно, ну, проявлять, может, свои чувства. Вот. Вот. Потому что вы озабочены своими, ну, своими желаниями. Вот. И своими, ну, противоречиями, конфликтами, там, и так далее. Понимаете? Из-за этого вам, вот, как бы, как бы, тяжело определиться. Поэтому я бы хотел задать вам такой вопрос. Вот. Вы говорите о том, что, ну, вот, боитесь, как-то опасаетесь за того, что, ну, вас не возьмут, ну, зам, замуж. Вот. Вот. Вы боитесь, вы боитесь того, что вас не возьмут, замуж. Вот. Мой вопрос, он, а, звучит так. А что будет, если вас не возьмут, замуж? Вот. То есть, ну, что произойдет-то, если вас не возьмут, замуж? Что случится, если вас не возьмут, замуж? Вот. Почему это так-то страшно? И вас интересует, вот, только, ну, только замужество, получается, в отношениях с, эм, ну, смущены, эм, смущены на данный момент. То есть, иными словами, э, если замужества нет, или, иными словами, если замуж вас как-то вот не берут, ну, или нет каких-то вот перспектив того, что вас возьмут замуж, то с мужчиной в таком случае, ну, в отношениях вступать не нужно. В таком случае появляется, на мой взгляд, другой логичный вопрос в таком случае, да? А зачем в таком случае вам? Для чего вам? В 24 года, да, ну, вот обязательно, может, выходить замуж. Вот, то есть, ну, какая вот тут такая необходимость вам? Значит, не то, чтобы вам не нужно было этого делать, нет. Речь, конечно, идёт не об этом. Речь идёт исключительно о том, как раз. А вот для чего? Понимаете? Какая такая необходимость. И, на мой взгляд, на мой взгляд, ну, вот вы как раз-таки в этом, и, я бы сказал, буксуете. На мой взгляд, к сожалению. Вот, вот, в принципе, то, что я хотел бы вам сейчас сказать, да? Спросите себя, чего вам хочется для первого, да, и для второго мужчины. Ну, просто вот, чего вам хочется. Если вообще, если вообще у вас какие-то желания, ну, вот, для человека, вот, то есть хочется ли вам что-то на него делать, выинтересованы ли вы как-то вот в том, чтобы человек менялся, там, и так далее. Если да, хорошо, то как, как это себя проявляет, вот. Попробуйте это увидеть, попробуйте это заметить, попробуйте обратить внимание на эти вещи, вот. Я думаю, что очень быстро, очень быстро вы для себя сами найдете все ответы на вопрос. Но, о ваших, вот, проблем, которые я описал, и которые, по, ну, по моему мнению, у вас есть. Конечно, это не решат, в смысле того, что они останутся эти проблемы, и их, эти, собственно, проблемы, вам нужно решать уже с психологом. Понимаете? Вот. В первую очередь это касается вашего отношения такого весна интересного отношения, в кавычках, к самой себе. Вот. То есть вы, мужчина, сейчас, получается, он воспринимается как такой вот, знаете, товар, такую цену, да? И мужчина может тоже воспринимать вас так же, как товар, как цену. Вот. Я думаю, что вряд ли вам было бы это приятно. Вот. Поэтому, на мой взгляд, на мой взгляд, вы себя очень сильно обесцениваете, и, ну, откуда как обычно берется вот это обесценивание, да? Это подавляются какие-то вот, значит, реакции человека, подавляются какие-то импульсы человека. Вот. И он начинает это обращать, условно говоря, против, ну, против самого себя, грубо говоря. Вот. Вот. Это вот вы, скорее всего, делаете. Вот. То есть, скорее всего, вы обращаете это против, против себя, значит, самой, вот, и подаете это вот таким видом. Вот. 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 Что, вот. Боитесь, боитесь вы, значит, что, значит, то, что человек не возьмет вас, ну, грубо говоря, да. То есть, так вы его рука в какой-то степени, получается, да, защищает, по сути. Вот. Ну, это вот очень сильно напоминает такое, знаете, ну, бегство. Вот. 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 Очень сильно это напоминает попытку, значит, как-то вот, ну, сбежать. Оп. А. Ну. Вот. 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 по итогу ничего хорошего, ничего позитивного для вас это не принесёт, к сожалению, необходимо с этими вещами работать. И чем раньше, тем больше, пока вы действительно не вышли замуж за кого-нибудь, не стали в этом смысле, ну, несчастны, вот, не стали в этом смысле обмануты, потому что очень много людей чувствуют себя обманутыми, чувствуют себя разочароваными очень сильно в таких союзах и так далее. Ну, собственно, вы не говорите о том, в общем, потом, да, что у вас есть углублённость, да, вы об этом, в принципе, не говорите, и, коль вы об этом не говорите, то хочется спросить, а на каких основаниях, да, вы хотите выстраивать отношения? Ну, с мужчинами, вот, или с мужчинами. Вот на каких основаниях вы хотите это делать? Тоже такой очень интересный момент, на мой взгляд, вот, потому что, ну, вызывает некоторый вопрос, что отдаётесь ли вы себя в том, вот к чему вы себя двигаете. Потому что если, если на самом деле вы выстраиваете отношения по расчету, вот, только чтобы вот вас взяли замуж, как бы, говорить, например, вот, что неплохо, ну, просто, имеет некоторую такую специфику, скажем так, вот, то в таком случае, ну, на мой взгляд, выбор, он довольно-таки простой в этом смысле. Очень простой выбор в таком случае. Просто выбирайте того, кто может обеспечить вам, ну, такую, знаете, наиболее спокойную, комфортную, определённую жизнь. Вот. Но вы здесь, как бы, не можете определиться, да? И во многом это как раз связано с тем, что ценности ваши, они вот размыты. Вот здесь. А, скорее всего, вот, что созармевает такой страх, скорее всего. Ну, как я думаю. Как я думаю, я не уверен. Вот. Но мне кажется, что созармевает, вот, никакая такая трогожность. Вот, по типу того, что, что, что со мной будет дальше. Вот. То есть, ну, как я буду жить, вот, там, и так далее. Вот. То есть, ну, вот, не полагается вы на себя. Когда человек не полагается, ему как-то сложно вот вообще, значит, ну, думать о других, ну, людях. Вообще. Это абсолютно нормально. Это абсолютно, как бы, адекватно и, на мой взгляд, ну, по-другому никак не может быть. Ну, ну, и качество отношений к качеству будет, ну, соответствующим. Вот. То есть, оно будет, ну, оно будет таким же. Вот. Вот. И вот, собственно говоря, на это вам не нужно своё, своё внимание обратить. С моей точки зрения. Вот. Ну, по моему мнению, по крайней мере, по крайней мере. Ну, это всё. Я надеюсь, что вам это было интересно. Я надеюсь, что вам это было полезно. Я буду вам благодарен. Буду вам благодарен очень за обратную связь по моему ответу. Это позволит вам начать над собой работу. Позволит вам стимулировать для себя базовые постулапы и направления для психотерапии, исходя из того, что я сказал. Вот. И вы сможете свои проблемы решить. Вот. Я, конечно, ну, как-то вот заинтересована в этом, да, если хотите этого и так далее. Вот. Субтитры сделал. Самого доброго, удачи, обращайтесь.